Сирийская армия Расположение огневых позиций и опорных пунктов боевиков вокруг аэродрома Кварис были нам предоставлены сирийской оппозицией. Они были перепроверены, эти данные. Проведена доразведка и после этого был нанесен удар нашими бомбардировщиками. Теперь террористы в провинции Алеппо рискуют оказаться в котле. Сирийские войска получили плацдарм для дальнейшего наступления. В северных районах страны, граничащих с Турцией, могут отрезать пути снабжения передовых отрядов ИГИЛ. Лидеры Евросоюза покинули привычные брюссельские офисы и перебрались сегодня на Мальту. Не ради совместного отпуска, а для того, чтобы заручиться помощью африканских стран в решении миграционного кризиса. Евросоюз не готов предоставлять убежище всем подряд. Если сирийцы покидают родину, спасаясь от войны, то многие африканцы стремятся к Европу просто в поисках работы и лучшей жизни. И таких экономических мигрантов европейцы хотели бы вернуть обратно в Африку. За открытием саммита в Валетте следит наш европейский обозреватель Вадим Глузкин. Он с нами на прямой связи. Вадим, я так понимаю, что на этот раз подумают, наконец, как бороться не только со следствием, но и с причиной. Да, абсолютно так. Именно для этого с такой целью в Валетту прибыли лидеры Евросоюза и главы 10 африканских государств. Другое дело, что в Европе все делается, как мы знаем, не быстро. К тому же консенсуса по вопросу беженцев среди 28 стран-членов Союза не наблюдается. Поэтому многие говорят о том, что такой вот саммит по миграции беженцам явно запоздал. Ведь только, например, в октябре в Средиземное море пересекли 218 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для Европейского Союза. К тому же сейчас на территории европейских государств находится уже более полутора миллионов человек. Известно, что в Евросоюзе готовы пойти на какого-либо плана уступки, скажем так, финансовые или какие-либо другие, лишь бы отправить домой обратно хотя бы некоторую часть из этих беженцев. Сообщается о том, что саммит в Валетте должен принять главное решение, а именно выделить африканским государствам, именно Эфиопии, Судану, Угандии или Кении своеобразный кредит в размере 2 миллиардов долларов или евро. Вот здесь данные разнятся. Может быть, для этого будет создан специальный трастовый фонд. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Весь вопрос, коллеги, много это или мало? Возможен ли торг? И главное, например, сможет ли будет убедить африканские государства создавать миграционные центры у себя на местах? Вадим, ну а вот в этом вопросе поддержки беженцев у европейцев есть единая позиция? Ой, Лен, нет, абсолютно нет. Нет, абсолютно не все страны готовы пойти на такие жертвы ради помощи беженцам. Вот, например, совершенно свежая статистика, которую мы получили сегодня, накануне как раз открытия саммита в Леволете. Ну вот, например, единственное, более мильное, значимое решение о распределении 160 тысяч беженцев, которые уже находились к тому времени, когда это принималось на территории Италии и Греции. Так вот, как вы думаете, коллеги, сколько из 160 тысяч человек удалось распределить? 100! 100 человек из 160 тысяч! Кроме того, не все страны готовы выполнять подобные решения. 15 из 28 готовы принимать беженцев, остальные 13 нет. Даже, например, такая толерантная страна, как, например, Финляндия, заявила, что из всех людей, которые попросили у нее на территории политического убежища, 65% будет отправлено в Освояси. Они не смогли доказать, что прибыли в Европу, спасаясь от военных действий. Как этих людей отправлять? Каким образом? На какие деньги? Тоже никто не знает. Ну вот, например, последние данные, просто шокирующие цифры. Сегодня лидеры Евросоюза заявили, что вокруг ЕС тех, кто готовы сюда приехать, перебраться, проникнуть, 20 миллионов человек. И они в любой момент готовы начать атаковать европейские границы. С учетом приближающейся зимы, коллеги, даже страшно представить, что здесь может произойти. Мягко говоря, не очень-то это оптимистично. Спасибо, Вадим Грускер, о саммите Евросоюза. Африка, участники которого ищут решение миграционного кризиса. В Москве в возрасте 81 года умер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, создатель знаменитой киносаги о приключениях мушкетеров. Последнее время режиссер тяжело болел. В начале ноября его экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. И врачи несколько дней боролись за его жизнь. Юнгвальд-Хилькевич родился в Ташкенте. Там же выучился на архитектора. Но вскоре решил сменить профессию и закончил театрально-художественный институт. Его карьера складывалась непросто. Дебютную ленту не выпустили в прокат. Но режиссера неудача не остановила. Известность ему принес фильм «Опасные гастроли» с Высоцким. В нем Юнгвальд-Хилькевич нашел свою формулу успеха. Сплав приключений и музыки. Фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» стал классикой жанра. И сыгравшие и испевшие в нем актеры получили всенародную славу. Впоследствии режиссер еще не раз возвращался к произведениям Дюма, которые любил с детства. Своей лучшей экранизацией он считал ленту «Узник замка Ив», снятую по мотивам романа «Граф Монте-Кристо». Талантливейший режиссер, талантливейший художник, очень талантливый сценарист, веселый и радостный человек. Легко с ним было. Он вообще считал, что кино не надо тяжелить, что это сказка. Он говорил, это сказка. Ну и что, ну давайте так, ну давайте. Не было безвыходных ситуаций. Юнгвальд Хелькевич прекрасно владел еще одной кинопрофессией. Он написал сценарии к своим фильмам «Ах, водевиль, водевиль», «Искусство жить в Одессе» и многим другим. А всего поставил более 20 полнометражных картин. Похоронит режиссера 13 ноября на Троекуровском кладбище. Правительство поддержит внутренний туризм, но никаких ограничений на внешний вводиться не будет. Об этом заявил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович. Он выступил в Госдуме, разъясняя депутатам ситуацию, связанную с прекращением полетов российских самолетов в Египет. Законотворческая деятельность Нижней Палаты Парламента сегодня была посвящена священным писаниям. Теперь главные религиозные книги христианства, ислама, иудаизма и буддизма не могут быть признаны экстремистскими материалами. Принятие такого закона вызвано увеличением прецедентов, страктовкой отдельных положений священных книг. Алексей Кундулуков подробнее. В кулуарах Думы этот законопроект получил неофициальное название о неподсудности священных писаний. Речь идет о Библии, Коране, Танахе, священной книге иудаизма, почти полностью соответствующей Ветхому Завету, и Танжури, собрании буддийских текстов. Все они, а также выдержки из них, теперь не могут признаваться экстремистскими. Сегодня, к сожалению, появились случаи, когда целый ряд недобросовестных людей, чиновников, пытаются использовать различные положения излечения из основополагающих документов, на которых базируются все мировые религии, в различных целях. Действительно, прецеденты были. В августе суд на Сахалине по представлению прокуратуры признал экстремистскими две цитаты из Корана, что вызвало недоумение мусульман, произносящих такие слова в молитвах по пять раз в день. Теперь на подобных недоразумениях поставлена юридическая точка. В рамках правительственного часа сегодня в Думе выступил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он возглавляет штаб по вывозу наших соотечественников из Египта. Дворкович рассказал о мерах по поддержке туристической отрасли в связи с отменой полетов в Египет. Более сложная проблема – это решение проблем тех туристов, которые не вылетели в Египет на отдых. По разным данным от 20 до 30, даже 40 процентов наших туристов соглашаются на альтернативный отдых. Проблемы остальных мы будем решать в ближайшие недели. Туристическую отрасль будем поддерживать. Прежде всего, сразу хочу сказать, за счет развития внутреннего туризма. Естественно, никаких запретов, никаких ограничений внешнего туризма не будет. Это было бы глупо делать. Тем не менее, поддерживать будем прежде всего внутренний туризм. До отмены полетов в Египте было 80 тысяч российских туристов. На сегодня вывезено 45 без ажиотажа в те же сроки. Единственное неудобство – багаж следует отдельно. Чтобы ликвидировать отставание в перевозке багажа, в Египет отправлены большегрузные самолеты Ан-124. Алексей Кондулуков, Сергей Ратников, НТВ из Государственной Думы. Почти все отдыхающие в Египте российские граждане будут вывезены к 20 ноября. Эту дату назвали сегодня представители туриндустрии. В Каире уже заявили, что страна без российских и британских туристов будет ежемесячно терять 280 миллионов долларов. Вместе с тем, россияне сейчас ищут альтернативу Египту для зимнего отдыха. И не находят. Во всяком случае, те, для кого крайне значима стоимость поездки. Турфирмы предлагают Таиланд, Вьетнам и Кипр. Но цены на эти направления резко взлетели буквально за несколько дней. Сергей Морозов выяснял, где же мы будем отдыхать в ближайшее время. Проблема с россиянами, улетевшими в Египет, кажется, более или менее решена. Теперь осталось разобраться с теми, кто не улетел. 140 тысяч туров продано в Египет до марта следующего года, а всего прошлой зимой там отдыхало 3 миллиона россиян. Чем закрыть эту брешь в туриндустрии? Неожиданная остановка полетов стала ударом для туриндустрии. Но реакция была быстрой. Уже в первый день агентства начали направлять туристов в другие страны. Для того, чтобы не было ни коллапса в аэропорту, для того, чтобы все-таки турист смог воспользоваться своим правом на отдых, мы пришлось по факту ставить рейсы в Анталию. Туристы улетали с 7, 8, 9 в Анталию. В дальнейшем мы предложили любой продукт из нашей линейки продуктовой. Вот как это происходит сегодня. Туристам предлагают на выбор два варианта. Есть вариант замены тура на Турцию. Также есть вариант оставить деньги на депозите. То есть если остаются деньги на депозите, они, соответственно, там сохраняются до момента вашего следующего решения, как вы захотите куда-то поехать. Правда, за более дорогой тур придется доплатить разницу. А по некоторой информации, буквально за несколько последних дней туры снова подорожали. Цены выросли на 10-15% минимум, по каким-то даже выше. Так, если, допустим, на прошлой неделе можно было найти тур с вылетами на этой неделе в Арабские Эмираты за 50-60 тысяч рублей, вполне приличный ответ. Сейчас дешевле 75 каких-то меняемых вариантов с полупансионом, либо с полным пансионом найти очень сложно. Потока жалоб нет, парирует вице-президент Российского Союза туриндустрии. Туристы соглашаются с заменой тура даже с доплатой. Один из популярных вариантов, который сейчас принимают туристы, это замена тура. По нашим данным, мы работаем со всеми туроператорами, замены туров уже на данный момент воспользовалось более 30% туристов, которые купили туры в Египет и не смогли улететь. Если же турист пожелает вернуть деньги, уплаченные ранее, то ему, вероятно, придется идти в суд. Турагентства считают, что закон на их стороне, да и денег, чтобы отдать, у них попросту нет. Реальных денежных средств у туроператора сейчас нет. Не потому что, и так далее, да, а потому что он их уже перевел. Мы перечисляли авиакомпаниям, трансферным компаниям, страховым компаниям, отелям. Естественно, выплатил там агентскую комиссию, да. То есть мы эти деньги все уже перевели нашим контрагентам. Сегодня Аркадий Дворкович, ведущий переговоры, уточнил, что компаниям будут помогать не деньгами, а в привязке к развитию внутреннего туризма. Что это означает, представители туриндустрии не готовы объяснить. Но убеждают, что если гражданин купил тур в Египет, заставлять его ехать в Геленджик не станут. Хотя кто-то, возможно, и не против такого варианта. Спрос в российские курорты в наших поисковых системах на запросах вырос ровно в пять раз в последние две недели. Люди мониторят цены, люди хотят узнать, какие, в принципе, возможности для отдыха в России есть, какая погода на курортах Сочи. Похоже, у туриндустрии и правительства несколько разные представления о том, как скоро будет открыто египетское направление. В правительстве не спешат с прогнозами, в туриндустрии надеются, что это займет не больше.